Начиналось все на взлетной полосе Анапской части воздушно-десантных войск. Ту-154 доставил из Москвы ведущих Первого канала, известных спортсменов и артистов. Среди гостей – ведущая Арина Шарапова, герой Советского Союза Владимир Горовой, известная российская бобслистка Ирина Скворцова. Цель акции Первого канала – посмотреть, чем живут и как служат десантники и моряки, пообщаться с их семьями, поучаствовать в спортивном фестивале и подарить праздничный концерт. Сначала звезды показали, на что способны сами. Леонид Якубович отправился на Раевский полигон, управляя вертолетом. И друзей с собой прихватил. Впечатлениями обменивались уже на полигоне. Это мой первый выезд с Первым каналом, потому что очень часто, много раз приглашали, но все время, как времени нет, все время съемки, театр. Вот я вчера отменил две репетиции, выиграю, и получил огромное просто наслаждение. Начинаю получать, потому что только что мы с Леонидом Аркадьевичем и Кубовичем приземлились на вертолете. Я вообще впервые в вертолет сел. Но мало того, Аркадьевич его поднял и опустил сам собственными руками. Поэтому у меня еще сердце, как у кролика. Десантники встречали гостей хлебом с солью и показательными выступлениями, демонстрируя мощь российской армии. Условный бой проходил и на земле, и в небе. А что касается нашей акции, вот уже 19-й год мы ездим сюда. Много. И каждый раз удивляемся тому, как растет мощь наших вооруженных сил. Как все становится интереснее. Какие танки новые. 19 лет назад таких не было. Многие актеры и спортсмены старались сфотографироваться с молодыми защитниками Отечества. Как сказала актриса Любовь Толкалина, фильмы смотреть нашим бойцам некогда, они защищают родину. Особо отличившиеся в учебном бою удостоились подарков. Но главный итог – поднять престиж воинской службы. Армия – это же единый механизм. Он защищает всех абсолютно. От одного человека и до целой нации. В этой связи мне кажется, что вот такого рода акции, они, конечно, способствуют повышению престижа армии. Такое Malно. Подний раз финансировано, где это достижение встречи.